Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 225. Какая главная черта во внешнем поведении православных христианина? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Непонятно, о чем спрашиваете, о том ли, что стало характерной чертой нынешних православных, или о том, какой должна быть эта черта. Сегодня главная черта так называемых православных христиан – дикое невежество, наслаждаемое невозрожденными пастырями. Совершенно неправославные, неверующие люди, слепое телевизионное язычество считают православную церковь своей. Вседозволенность и необязательность, невозрожденность, неохристианство пришел-ушел. Хорошие духовные книги на полке – сами по себе, а мы живем сами по себе, независимо от них. Очень прошу прочитать у Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых» главу о Великом Инквизиторе. Архиереи-священники не бросили в духовную планку. Нет никаких требований, не исполнений канонов. На три столожекрещенных, моченых, в скобках, лишь один ходит в церковь, в кавычке открыто. Мы разрешим грех, узаконим его и этим спасем всех, в кавычке закрыто. Вот он, лозунг Инквизитора. Но за гробом эти православные, в кавычках, обрящают лишь смерть. Прочтите раза три восьмую главу Евангелия от Иоанна. Это состояние сегодняшних православных. Двенадцать колен Израиля молились день и ночь, ожидая Хозяина Христа. Но когда Иоанн 1.11 пришел к своим, и свои его не приняли, не только не приняли, но оклеветали, и не кто-то, а именно духовные вожди, и распяли. Христос спрашивал их, Иоанна 8.43, цитата, «Почему вы не понимаете речи Моей, потому что не можете слышать Слово Моего?» Хотя Он говорил с ними на их родном языке, нет никого сегодня, кто позволит бы так издеваться над своей верой, самим себе и своим духовным вождям, как православным. Из 719 правил Вселенских Соборов и Святых Отцов 413, то есть 57% умышленно, целенаправленно и ежедневно нарушается. Это то, что ни от кого не сокрыто. Характерной же чертой христианина должны быть любовь к Богу и к своей вере, знание ее, любовь к Библии и постоянное самокорение, самоусуждение, умение и у других увидеть хорошее. И перенять в себе. Сейчас же православные, как некая Клаока, стучная яма, всасывают в себя самое отвратительное, самое безбожное и чуждое, что есть у других. Придумая, что, кавычки открыты, в армии и путешествующим можно не поститься, кавычки закрыты. Это ухватея от магнитана, кавычки открыты, нужна крепкая государственная власть, чтобы нас боялись и уважали. А для этого можно пойти на любой союз, даже с коммунистами. Кавычки закрыты. Чтобы получать помощь и иметь доступ к международным организациям и рынку, не могут выдраться из экуменизма. Лапзаются, братаются, сиротеками, сатанистами. Православный же христианин должен иметь в себе стержень упования на Бога и на все вопросы, ответ, искать только в любви. Характерные черта православного, отличающие его от прочих, это благоразумие и рассудительность, широта мысли, твердость, нежность и точащая целомудрие. Православный человек должен обладать мудростью свыше. Иакова 3, с 13 по 18 стихи. Цитата. У православного христианина должен быть абсолютный авторитет. Библия в толковании святых отцов в православной церкви.